Золотые руки и большое сердце. Так работники Дома культуры Украины отзываются о своем коллеге, звукорежиссере Альберте Рафикове. Его профессии объединяет как творческие, так и технические навыки. Начинает настройки микрофона и заканчивая созданием сложной музыкальной драматургии. Тяга к искусству у Альберта появилась с самого детства. Он жил в соседней югре, активно участвовал в школьной самодеятельности, играл в рок-группе, пел и один за другим осваивал музыкальные инструменты. С детства у меня отец играл на гитаре и обучал меня игре. Мне нравилось заниматься этим. И постепенно, постепенно в музыкальную школу поступил учиться. После этого, соответственно, в другое заведение учиться. Вот так вот и началось в сфере культуры. В 2014-м Альберт Рафиков приехал вместе с семьей в Муравленко и устроился на работу в городской Дом культуры. Опытный звукорежиссер хорошо знаком с тонкостями проведения самых разноплановых и разножанровых мероприятий, особенностями озвучки артистов и записи закадровых голосов. А отменный музыкальный и технический слух помогает создать качественное звуковое пространство по громкости, тональности, темпру и гармоничности. Работа звукорежиссера требует полной самоотдачи. Без него не обходится ни одно мероприятие, будь то концерт, спектакль или запись в студии. Эта работа – постоянное напряжение и большая ответственность перед зрителями и слушателями. День города, 9 мая – это самые такие крупные масштабные мероприятия. И там бывало, что мы не успеваем с точки на точку переехать, через заборы микрофоны передаем друг другу. Кто-то куда-то бежит, не успевает на одну точку уехать, кто-то на другую. Одно мероприятие заканчивается, другое начинает без микрофонов, все на ходу подключаем. Это очень быстро, оперативно, но зато успеваем работать. За долгие годы в ДК «Украина» сложился дружный и сплоченный коллектив творческих сотрудников. Душой болея за свое дело, они находятся в постоянном поиске новых форм работы и идей по обновлению репертуара. Повлился в коллектив практически сразу, приняли меня тоже хорошо. Все работы, все взаимодействия связаны между собой. Кто-то отдельно работает, кто-то в стороне остается, работают все команды. Команда очень дружная, они в любую трудную минуту помогут, если что-то где-то сам не справляешься. Коллеги ценят Альберта не только за профессионализм. Здесь его вообще называют мастером на все руки. Наша работа предполагает наличие и изготовление каких-то декораций, реквизита постоянно. И первый, к кому мы идем, это Альберт. Потому что он все может, все умеет, и все делает вовремя и правильно. Наш Альберт – это образец ответственности. Это золотые руки, золотое сердце. Он очень отзывчивый, он очень добрый, он понимающий. Ну, такого человека очень трудно найти, и мы очень рады, что он есть в нашем коллективе. Он в моменте может создавать зенитные пушки из каких-то водосточных труб, фанеры, еще каких-то конструкций различных, и тут же записывать голос за кадром, тут же сводить какие-то музыкальные композиции, создавать эти фоновые мелодии. И все это делает один человек. Альберт Юрьевич у нас очень инициативный, очень дружелюбный, всегда отзывчив, всегда спешит на помощь, всегда помогает по первому зову. То есть к нему всегда можно обратиться за помощью, как в звукорежиссуре, если готовишь какое-то мероприятие, также можно и по личному вопросу обратиться. Творческим людям скучать не приходится, и на отдых бывает совсем нет времени. Ведь быть работником культуры – значит стараться всегда находить что-то новое и необычное, чтобы в очередной раз удивлять зрителей и дарить им эмоции. Культура – это, как говорится, такой инструмент в обществе, что просветительский, имеется в виду. И он должен работать постоянно. Почему говорят, служит культуре. Та же самая служба. И поэтому у культуры нет выходных и праздников. Должны все время просвещать народ. Наталья Матюшкина, Антон Иванов. Новости Муравленко.